Всем привет, с вами Unreal, и в этом видео вы увидите магнитный вечный двигатель на основе магнитной незалипающей елочки, а также магнитного переключателя. Вы увидите, что эта технология действительно работает, и она проста, насколько это возможно. Смотрите видео до конца, и вы узнаете все секреты этого магнитного двигателя. Всем привет, друзья, с вами Рафаэль Unreal. Добро пожаловать на канал запрещенных технологий. И в этом видео вы увидите запрещенный магнитный двигатель, закольцованная магнитная елочка. И я вам покажу старые наработки о вечных двигателях, которые мы уже стали забывать. Но они по-прежнему остаются работоспособными. Это небольшое видео, друзья, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и распространяйте это видео. И как вы все увидите, все это можно повторить в домашних условиях. Этот магнитный двигатель настолько прост, как две копейки. Ну что, давайте приступать к просмотру. Друзья, первое, что мы посмотрим, это скинул мне подписчик. Он сделал закольцованный магнитный двигатель. Внимание на экран. На самом деле он делает уже, как понял, его давно. И ему удалось просто правильно установить магниты, что сама вот эта конструкция, она практически не залипает. Но единственное, что она потихонечку угасает. И самый главный момент, что всю эту конструкцию можно заставить работать. Нужно для начала накопить всю эту энергию, которую мы получаем при вращении. И при этом нужно в один определенный момент постоянно подталкивать конструкцию. И тогда эта конструкция сможет работать практически вечно. Ну а также, друзья, сейчас я вам включу свои наработки, которые вы, возможно, уже видели, а возможно и нет. Это всевозможные магнитные переключатели, а также, скажем так, специфические магнитные елочки, которые тоже весьма интересно работают. И даже преодолевают залипание. Сейчас вы это увидите. Так, сейчас самое главное. Подводим мотор в рабочее положение. Просто смотрите, как все зафиксировано на магнитной болванке. Стоят магниты на притяжении. И за счет того, что все это рядом с металлической болванкой находится, у нас вот эта вся магнитная конструкция может преодолевать вот это вот сопротивление. И, следовательно, просто взять и свободно прокрутиться. Итак, в общем, с помощью небольших манипуляций мы заставляем провернуться нашу магнитную елочку. Она как бы закольцованная. И если правильно подобрать именно сам груз, сам маховик, то, в принципе, у нас все получится. И стоит в этой теме как раз таки продолжать работу. Но самое последнее, друзья, и самое интересное из этой всей схемы, из магнитных вечных двигателей, это магнитный переключатель. Сейчас вы сможете пронаблюдать, как он сделан и как он выглядит внутри. И принцип работы наглядно будет понятием. То есть, когда мы переключаем верхний переключатель, то магнитное поле то включается на притяжении, то выключается совсем. Ну, практически на 99%. Чем лучше у вас получится сделать магнитный переключатель, тем более стабильно он будет работать. То есть, не будет остаточного намагничивания оставаться. В общем, друзья, смотрим. Так. Так, сейчас у нас будет сборка магнитного включателя. Покажу, как это выглядит, как оно работает. Есть каркас. Такой вот. Дырки под крепление. Здесь дырки под магниты и для кручения. Можно также поставить керамический какой-нибудь подшипник. Вот. Выглядит вот так. Далее идет вот такая сборка. Магниты посередине, два магнитика. Специальное расстояние, сантиметр. И вот такие вот металлические болванки. Четыре штуки сантиметра на сантиметр. Далее верхняя часть переключателя. Вот так. Два магнита. Север-юг. Металлический лист. Для замыкания поля. И, собственно, он одевается сюда и переключает. Собираем. Собираем. Вот так вот все получается. Все должно быть вот здесь ровненько. Здесь немножко можно, чтобы выпирало больше. Так, одеваем. Оп. Дырку поймаем сейчас. Все, поймали. Для этого надо заклеивать вот эти штуки. И смотрим, что у нас получается. Где у нас металл. Проверяем в одной позиции. Оп. С трудом сейчас я ее попробую передвинуть. Тут можно просто сам магнитный этот случайно разобрать. Короче, очень крепко держится. Если я буду вырвать, они вырвутся в внутренней части. Переключаем. Остаточная намагниченность немножко есть, потому что магнит должен посередке быть. Вот в чем дело. То есть он вот так вот, он уже все. Можно на более большой болванке проверить. При неправильном расположении магнита небольшое подмагничивание бывает есть. Если посередке поставить, все будет тип-топ. Выключенное состояние. Включаем. Включаем ровненько вот так вот. И все. Опять магнитный включатель заработал. Можем взять металлическую болванку помощнее. Она, соответственно, тоже прикрепится. При выключении поля все осыпется. Почти все. Остаточная намагниченность. Давайте попробуем вот эту примагнитить. Грязную болванку. То есть так она не магнитится. Переключаем поле. Примагнитилось. Выключаем. Отмагнитилось. Вот такие дела. Не тормозит уже, блин. Что-то мало. Она вырабатывает нормально. Система работает. Ну что, друзья. Небольшой вот такой ролик про магнитные двигатели. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь в телеграм-группу. И скидывайте новые интересные видео и разработки в телеграм-чат. Все. Увидимся. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok